Олимпиада по 3D технологиям Олимпиада по 3D технологиям проводится в Ленинском районе впервые, но уже вызвала неподдельный интерес у школьников, их родителей и учителей. Работа с 3D ручкой прекрасно развивает абстрактное мышление, мелкую моторику и творческие способности. Педагоги считают, готовить инженеров будущего нужно уже со школьной скамьи. Они начинают на плоскости, а потом переходят в объемное изображение. Следующий шаг это 3D моделирование на 3D принтерах. На 3D принтерах печатается буквально все, начиная от тортов и заканчивая протезами в медицине. В Олимпиаде приняли участие ученики начальных классов школы Ленинского района. От пятой школы было больше всего ребят, что неудивительно. Именно здесь с начала учебного года работает кружок по 3D моделированию. Начали мы с рисования плоских фигур. Рисуем мы по трафарету и затем у нас получаются такие необыкновенные поделки. Сейчас уже с течением времени мы переходим к объемным фигурам. И это тоже интересно, так как можно создавать не просто поделки, а вот именно те предметы, которые пригодились бы в быту. Мы проводим эти мероприятия, чтобы они посмотрели на себя со стороны, как у них это получается. Чтобы они могли сравнить себя с ребятами из других школ района. Ну и, конечно, цель наша не просто в районе проучаствовать, но и выйти на регион. Гришу Буслаеву сложно назвать новичком в 3D моделировании. Он уже несколько лет работает с 3D ручкой, а в этом учебном году начал ходить на кружок в родной пятой школе. На Олимпиаде вместе с партнером по команде мальчик решил сделать дом в виде барабана. 3D ручкой и 3D здесь можно сделать что угодно, что ты захочешь. Если только научиться этому. Одна из первых поделок – это был миньон. Я взял салфетку, соманул и образовал 3D ручкой нужными цветами. Проделал руки, ноги и получился миньон. Работу участников Олимпиады оценит экспертная комиссия и по результатам определит победителей, которые получат дипломы и кубки, сделанные на 3D принтере. Екатерина Борисова, Сергей Ларин, Ольга Садовская, Видное ТВ.